OBD2 код неисправности техническое описание, датчик частоты вращения вала турбины, ТСС, сигнал прерывается, этот диагностический код неисправности, ДТС, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется к автомобилям, оснащенным OBD2, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW и т.д., хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, что это обозначает. Если вам представлен код неисправности P0718, это, вероятно, связано с тем, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил ошибочный входной сигнал напряжения из цепи датчика скорости входа или турбины, которому присвоено обозначение и хотя вход и датчики скорости турбины практически одинаковы и служат одной и той же цели, терминология компонентов различается у разных производителей. В большинстве случаев датчик скорости входа, турбины представляет собой трехпроводный электромагнитный датчик, используемый для контроля скорости входного сигнала коробки передач в оборотах в минуту, обмин, датчик обычно располагается рядом с задней частью корпуса раструба, на входном валу коробки передач и крепится болтом, шпилькой или ввинчивается непосредственно в картер коробки передач. Либо зубчатое колесо реактора, либо специально разработанные канавки постоянно прикреплены к главному или входному валу трансмиссии. Когда работающий двигатель передает обороты на трансмиссию, входной вал или колесо реактора проходит вблизи конца датчика, стальной вал или реактивное колесо эффективно замыкает электронную электромагнитную цепь с датчиком. Электронный рисунок формируется, когда цепь прерывается канавками или выемками, проходящими мимо датчика, шаблон распознается PSM как сигнал, который он запрограммирован для интерпретации как входной сигнал передачи, скорость турбины. Выходная скорость трансмиссии, входная частота трансмиссии, частота вращения турбины, частота вращения двигателя, положение дроссельной заслонки, процентная доля нагрузки двигателя и другие факторы сравниваются и рассчитываются для определения желаемой скорости вращения на входе, частоте вращения турбины, код P0718 будет сохранен и может загореться лампа неисправности, если скорость входа, турбины или напряжение цепи системы не смогут оставаться точными в заданной степени в течение определенного периода времени. P0718 указывает прерывистое напряжение входной цепи для датчика скорости входа, турбины, симптомы, симптомы кода P0718 могут включать, неустойчивая работа спидометра, одометра, передача не может переключиться должным образом, спидометры, или одометр не будут работать вообще, точки переключения передач являются ошибочными или резкими, снижение эффективности использования топлива, причины. Потенциальные причины установки этого кода, неисправен датчик скорости на входе поврежденная, ослабленная или сгоревшая проводкой, или разъемы, ошибка PSM или ошибка программирования PSM, накопление металлического мусора на магнитном датчике, диагностические и ремонтные процедуры, Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Цифровой вольт, ометр, DVOM, руководство по обслуживанию производителя, расширенный диагностический сканер и, возможно, осциллограф будут способствовать правильной диагностике кода P0718. Я обычно начинаю свою диагностику с визуального осмотра проводки системы и разъемов, я бы починил все закороченные или разомкнутые цепи и, или разъемы, прежде чем продолжить, не забудьте проверить батарею, кабели батареи и концы кабелей и проверить выход генератора в это время. Затем я подключил сканер к диагностическому порту, извлек все сохраненные коды и записал их для дальнейшего использования, я также сделал бы запись данных стоп-кадра в это время. Используйте поток данных сканера, чтобы определить, какая цепь неисправна, если присутствуют коды входного датчика и выходного датчика, чтобы получить наиболее точные данные, доступные с помощью сканера, суйте поток данных, включив в него только соответствующую информацию. Металлический мусор на магнитных контактах входных и, или выходных датчиков скорости может привести к прерывистым, ошибочным выходным данным датчика, снимите датчик и проверьте, нет ли металлического мусора, перед повторной установкой удалите излишки мусора с магнитных поверхностей, я также проверил бы пазы прерывания, или выемки колес реактора на наличие признаков повреждения или износа. Я использую DVOM для тестирования сопротивления отдельного датчика и напряжения цепи, следуя рекомендациям производителя, SM, руководство по обслуживанию или, все данные, я бы заменил датчики, которые не соответствуют спецификациям производителя. Отказ контроллера может произойти, если все связанные контроллеры не будут отключены до тестирования сопротивления или целостности с DVOM. Подозрение на неисправность PSM или ошибку программирования PSM, если сохранен код P0718 и все системные цепи и датчики находятся в надлежащем рабочем состоянии и соответствуют спецификациям производителя. Дополнительные диагностические заметки, избыток металлического мусора притягивается электромагнитным датчиком, может привести к ошибочным показаниям датчика скорости на входе, выходе, зазор между датчиком и реактором имеет решающее значение. Убедитесь, что на монтажных поверхностях, резьбовых отверстиях нет мусора и препятствий если входные и, или выходные датчики скорости должны быть удалены из коробки передач, соблюдайте осторожность, горячая трансмиссионная жидкость может выйти через отверстие, ищите трансмиссионную жидкость в области разъема датчика скорости вращения, так как некоторые датчики имеют внутреннюю утечку. Продолжение следует...